всем доброго дня дорогие мои ну вот уже время обеда я походил как говорится по делам съездил сейчас кое-какое что сделаю дома пятна на поеду солнечный день надо кое-какие дела делать все равно ну утром я во время прогулки вам снял это самое ролик я всегда стараюсь рассказать все своими словами как что есть вот максим вы меня знаете хорошо приехали сюда тоже в Анкаре были мы с вами встретились сауну сходили я вас уважаю хороший парень вот и тем более чуть-чуть даже родственник ваш тесть туркмен ну вот написали что сейчас в россии все изменилось что кедника сейчас нету знаете честно я вам скажу одной из этих причин которым я уехал из россии вот это и было у меня тоже кедняк я потому что с этим сталкивался очень много раз и в томске и подмосковье и в сочи знаете человека бывают люди которые привыкают к этому я как-то мне как-то это стало что я гордану его нафиг с этим кедняком я вам рассказывал как я не помню поле нет томске я футбол после этого футбол не смотрю один футболист томске заказал мне чтобы его квартире самое делать ремонт его ну как надо было там кухне кафелем это самое и ванну санузел короче весь обложить кафелем все сантехнику там подменять вот я с собой взял двоих и мы там поработали короче почти две недели вот все убирали вытаскивали все короче по новой все но материал покупал питание от нас самих естественно мы с собой приносили доширак все как говорится закуски единственное кипяток давали чай кипяток и все квартира богатая новостройка такая но не слишком много ну года два-три дома а вот тогда томске команда гремела так и эти там получает очень большие зарплаты тогда получали по моему по миллион в месяц тогда когда люди получали 5 10 тысяч от силы вот когда мы закончили работу он сказал чтобы мы завтра пришли за деньгами со мной который двое были они они говорят слушай чонга на завтра говорит что-то тут не то я говорю то даст он деньги он же сказал договорились все по рукам а сумма была немаленькая 85 тысяч вот из которых мои были где-то около 30 тысяч остальные моим двумя тем которые но они сказали материал сам я привозил там короче организация работа достанем либо побольше чуть тебе так как ты горты начальник бригадире все но все нормально утром приезжаем короче нажимая домофон кто там я говорю ну вот мы за деньгами пришли я тебе деньги покажу а ну-ка вали отсюда я пока милицию не вызвал такой крик я гор вы наверно ошиблись это мы вчера закончили ремонт дел это я тебе покажу а ну-ка иди отсюда я пока милицию не вызвал так иметь и почему я понял что нас кинули короче я ему давай звонит не берет трубку потом мне приходит смс как него что сидит он каким-то высокопоставленным силовиком хочу ли я проблемы вот на свою как говорится пятую точку это было нечто я этим двоим со своего кармана заплатил за своих сбережений потом по мелочи тоже очень много было вам рассказывал про бабку после этого я этих бабок тоже не так уже это самое особо как-то это помню делали ремонт одному знаменитому онкологу томск хороший порядочный парень я с ним друзьях остались его отцом с ним сами порядочный он сейчас новосибирске он каким-то этим заведует институтом каким-то общем это а соседний квартир однокомнатный квартир бабка короче купила квартиру дедом она а черновая отделка до черновая часами знает там все надо по новой сидел там и балкон балкон и сантехник электрик в общем полы стены потолок все короче все все тогда такая работа стоила квадрат на метр это квадратура было где-то около 50 квадратов кирпичный дом там жили одни такие ты но тогда я должен быть догадаться что все это не то что бабка не могла вот за такие деньги купить вот она ай вот мы дедом это самое дед сейчас хворает лежит а я вот приезжаю не смогли бы мне это самое отремонтировать квартиру вам бог троицы вернет все такое а я своим ребятам гордовать я горс субботник сделаем бабки поможем короче бесплатно да ты чё это столько работы я гор считает что я говорю я меньше буду получать о это я как у нас а так как хорош давай сделаем азербайджанец был рома хорош такой парень слушай мне не нравится эта бабка я говорю и рома я готове все мерещится да я говорю это самое а ромка жил богашова хорош такой мужик такой порядочный в общем они согласились три бригады короче отрабатывали каждый день после работы по два по одному по два часа это бабка покупала естественно стройматериалы вот закончили это значит все вот я говорю все вы бабули довольно да да все отлично все хорошо в общем это и она мне говорит валики кисточки мне верните пожалуйста я горну у нас это расходный материал мы это игр выкидываем это валики после не знаю я их помою потом мне это они пригодятся потом она горит я начальником патур работала 40 лет я рассчитала вы там три килограмма больше краски там это самое потратили больше я шпаклевка я гонишь простей это неровный я гор мы выравнивали же под уровень все ничего не знаю верните деньги это за такие материалов еще пришлось еще ремонт делать бесплатно еще деньги отдать и чтобы самое главное самое смешное смотрите вообще людей надо слушать ребята вот мы других не слушаем мы у меня тоже такое же было мы всем говорим бла-бла-бла-бла-ту-ту-ту-ту-ту-ка не гони татария дьерун окажется в жизни такое бывает что даже ни в книгах ни в чем описываться нельзя невозможно проходит еще немного времени а мы там ремонтировали это онколога квартиру заканчивали несколько джипов приезжают к ней сыновья богатейшие блатными номерами лент крузерах и обмывали квартиру ее ремонт богатейшие сыновья зитя доченьки так и все бриллиантов голода вот и все понимаете нашли лоха короче которых клюну на то что она беспомощная старушка еще одна была проподавательница этого тусура в общем короче тоже купила трехкомнатную квартиру убитую короче сороковых годов напротив колонии на южке но договорились что ремонт полностью все 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 надо выкинуть там все это самое или нолим надо в общем все короче да с нуля надо делать короче то обои старый вырвать все все договорились за 100 тысяч рублей тогда это было очень дешево потому что такая же работа стоила минимум 250 и когда начали ремонт делать но тут уже я был как-то это самое немного начал у нее она начала вот на всякие это приходит там это я говорю приходит работа принимайте я говорю не надо туда ходила это потом она я говорю вот это все я говорю плентуса вот это изгнившие плентуса я говорю все это надо выкинуть это сама они пригодятся еще на даче мне куда они пригодятся они нас на руках сыпется они ничего не знаю вот сложить их к кухне все это пригодится это даже мусорки никто не берет эти вот такие ты потом я сашки говорю бригадиру саша я говорю короче он женой работал и антон работал расторгуев хорош парнишка был откуда ты с красноярска тоже его друг сашкин друг знакомы но тоже руки золотые и короче они все разбирают это меня сашки сказали саша вот это плентуса я говорю положи-ка пожалуйста кухне этот старый линьон тоже игру с крутые гор положи в этот блин он говорит зачем это же мусор я говорю понимаешь я говоря что-то я чувствую не то он как хорошо хорошо а следующий день прохожу короче все уже вычистили все выкинули утеплитель делаете ламинат вложит это а нет линолем тоже линолем делал только другой новый смотрю плинтусов нету я говорю сашка где плинтуса а мы мусорку выкинули я говорю да ты охренел что ли выбегаю а там напротив дома мусорка выбегаю а уже мусор вывезли все машина как раз это ну саша я говорю сейчас нас заставит это мадам я купить новый плинтуса да ты чё своем мига даже гнило его посмотришь она приходит в обе тут же где плинтуса я вот так это мусор выкинули ничего не знаю и можно было подкрасить почистить я говорю невозможно ничего не на верните плинтуса как это или другие купите а это это и на этом еще не закончился я хорошо что у меня друг ванька работал прорабом су-13 я ему звоню ваня я говорю срочно нужны плинтуса я говорю так вот деревянные вот так и сама но он год у меня год на даче валяется год есть год много иди год возьми год оттуда но их надо год красит делать я говорю да это мы сами все сделаем хорошо в общем это поехали оттуда это плинтуса загрузил где-то 130 что ли ли 140 погонных метров покрасили новые плинтуса поставили она пришла о плинтуса новые а почему не пластиковые я говорю так они же были деревья ничего не знаю пластиковые я говорю подождите 50-х годах пластиковых плинтусов не было ой она блин пока я это документы не принес что действительно плинтусов те времена не было так в общем короче а потом после того как закончил работу она приехала с братом но брат у нее оказался намного мудрее человека она не хочет деньги отдавать и все вот не хочет потом на это смотрят на то смотрит повод ищет да где-нибудь бы это вот потом братья его да да деньги гад человек сделал гад работу шикарная квартира когда мы купили здесь к зайти невозможно было смотри гад какая шикарная элитная квартира стала быстро дай деньги она дала деньги я тогда понял почему человек уже по 60 лет никогда замужем не было денег много очень много денег она занималась репетиторством туда-сюда 50 денег много но жадность было это невозможно подмосковье тоже самое сочи тоже сам рассказать этой истории очень много очень много ну вот я поэтому максим я очень доволен когда я прочитал что сейчас такого нету может быть сейчас за 10 лет может люди чуть-чуть изменились я не знаю но в это верится с трудом кидалово у нас это понимаете это у нас тренд такой использовать чужой труд я до сих пор помню подмосковье это было двух тысяч седьмые двух тысяч восьмые годов вот 2010 года подмосковь был такая мода короче коттеджи строили богат богачей тоже как вы сказали что знаменитые люди но меня тоже знакомые люди строили знаменитым людям но жадным до предела а в основном это вот посредники кидали людей они нанимали они кому-то поручали они нанимали людей вот и строили вот это коттеджи методом трех бригад первая бригада короче договариваются что все от нуля до конца короче все такая сумма фундамент заливает все фундамент залит все все уже деньги надо дать то это время он придумывает что с объекта украли что-то или что то это тот же скандал кипиш вызывает из своих ментов короче это чтобы себе проблем не это сваливают вторую бригаду нанимает видите говорит это самое фундаменте столько стены надо поднять тот поднял стены опять какой-то кипиш вот так и вот так третья бригада закан третьим тоже самое я с пор помню сочи в одном из управляющих компаний был такой кавычках шустрый такой этот инженер которую нанимал летом работников которые из региона приезжайте море олимпийское время было то водовод надо менять то это надо меня то это когда они закончили работу он их обвинил в том что они оттуда короче украли электроинструмент и эти люди чтобы нафиг это до ментов не дошло блин отказались от денег от всего у у нас это понимает я вот это посмотрел на все это да сколько у меня знакомых вот из дагестана хорошие ребята работяги работали как на этих самостроях сколько кидали не платили деньги беспредел был полный но если сейчас что-то изменилось я очень рад был бы я моложе да я же говорю я бы тогда мне бы такие времена как вы говорите что оплата период да вы что какой период даже об этом не было речи даже частично не хотели платить даже я до сих пор помню 1 я ключи от его машины забрал короче он на нас машину купил шикарнейшую вот как-то его марка называется вот это самый такой шикарный это о я говорю пока не принесешь нафиг деньги я говорю блин я говорю люди твои игры офис полностью сделали вот он нам говорит а чё с голоду умирать что ли я 90 процентов работы сделано ты нам даже аванс не заплатил людям так что это было нечто это было нечто а потом он все равно моих людей после меня нанял фасад дело и кинули на 400 тысяч рублей кидалово это было вообще нечто понимаете вот я же говорю много много богатств домов коттеджи вилл шикарный квартир отремонтировали на крови и слезах недовольных людей недовольных людей которые работники работали труд свой вкладывали не платили понимаете о меня вот это сильное самое я же говорю обычно работал бы все все я бы работал бы я всегда старался вовремя ни один человек не скажет что я вовремя работу не выполнили или некачественно мои люди работали о были добропорядочные были но их было очень мало но и было очень мало а ну а сейчас если говорить все поменялось это хорошо даже хотя в этот дверь все с трудом это я верю с трудом понимаете вот такие вот дела вот вы говорите о казахстане да хорошо можно раскрыть дело все все да уже и возраст еще думаю и туда приедут на опять такое это то мне чего осталось то жить то хороший сейчас стресс и смерть понимаете те кидники то я выдерживал потому что молодой был и а сейчас инсульт инфаркт захватит нафиг и сразу тут же это на нафиг судьбой то рисковать люди на отдачу очень тяжелые старше за выполненную работу не хотят платить поэтому когда и колпашет я даже думаю блин наверное думаю откуда ты прилетела за то что кого-то они там это вот вы говорите что богатые из казахстана едут там из россии идут по 500 долларов вот этой в сутки снимать но это деньги просто так не зарабатываются вы правильно сказали что европейцы оказались я же вам сказал европейцы турки турции нет таких заработков и ни один турок себе не сможет позволить вот такие шикарные вот такие вот за такие деньги покупать квартиры я же вам специально сейчас статистику поставил турции на последнем месте даже по айфону определили да сколько можно видите как пять часов там это швейцария в америке столько то это турция на последнем даже турция опережает бразилии португалия а турции надо 123 дня работать чтобы рабочие дня чтобы купить айфон конечно не айфоном жизни сам но просто это делается что по сумме да здесь нет таких денег бешеных о нет таких это сказки люди людям посочиняли наши блогеры да кого-то представляют этим кого-то это кого я до сих пор помню даже вы помните вот это были блогеры и они еще это исчезли это переезд турцию там это был яму представитель застройщика я компаньон я партнер застройщика он так ходил короче там как из себя корчили этого да мне смешно было на это смотри какой из тебя ягра партнер то какой-то партнер а и сейчас вы правильно написали тоже рай астамбул вы давно здесь живете 20 лет вы вот как бы скажем так мой союзник вы потому что вы жизнь прожили здесь живет и вы знаете все настоящие вот наши люди у наших снимают конечно за дорого этой квартиры есть по 200 долларов и правильно вы написали у самих турков потому что я же говорю столько вот это из этих ворованных обманута кинутых денег которые привезли сюда и накупили столько жилья это еще на два поколения туркам хватит понимаете с такой запас квартир сделано купленных которые последствий будут пустовать или будут продавать вы правильно написали за 70 тысяч долларов но это еще много за 70 тысяч долларов за за 100 купили за 120 хотят ничего не получится не купят за 120 тысяч долларов никто хотя я же говорю и на старуху бывает проруха попадется какой-нибудь ушастый фраешь деньгами и и пихнут по кричали все были это махмутлар наш там и все в чужой стране никогда нельзя говорить это наш наш это у себя дома где вы родились выросли и там тоже нельзя говорить там закон тоже меняется вот и гражданин той страны вы правильно писали кричали орали всего и махмутлар наш анталия наша лара наша понял ты наша где наш это закрыли все так что не надо никогда говорит гоп пока не перепрыгнешь а цыплят считает осенью так что то что вы написали комментарий все правильно я со всеми согласен со всеми а максим тебе желаю хорошей такой работы тоже чтобы если корр хорошее такое это будет может из твоим тесте мы снимать на водки может вместе как он дела замутим он у тебя мужик год здоровья вам твоему сыничке твоему зятю твоей жене тебе пока